экраном я делюсь я не жадный экраном делюсь и так я хочу поговорить о том что что все-таки отличает трейдера одиночку от трейдера который находится в команде то есть каково каково основное преимущество в какую сторону двигаются проб трейдеры и в какую сторону обычно двигается трейдер-одиночка то есть что представляет работа индивидуального трейдера ну если можно назвать это работой то есть наверное больше я назову это поиски какой-то системы поиски чего-то что могло бы работать ну кто-то идет пытается дальше найти поиск грайли не понимая что рынок постоянно меняется вы должны под него подстраиваться грайли на рынке нет на рынке есть определенная система которая работает которая подстраивается под рынок то есть вы ее должны постоянно настраивает под изменяющиеся условия рынка в чем работа команды работа команды именно особенно профессионалов заключается в том чтобы вовремя на это реагирует поэтому вот внимание на экран то есть что обычно человеческий мозг мозг трейдера что он обычно запоминает он запоминает красивые картинки насмотрелись в интернете курсы насмотрелись красивых картинок которые сбрасывают чат запомнили что это работает у кого-то голова и плечи у кого-то треугольники у кого-то вымпел у кого-то еще что-то кого-то фибоначчи все то есть вот здесь в голове просто огромная база знаний информации скажем так огромная база информации которую хочется куда-то выплеснуть потому что человек насобирал эту информацию ему нужно ее где-то применить вот он начинает это применять на рынке потому что кто-то сказал так кто-то сказал так нет думая вообще как это применить не думая о том какая какой мат ожидания за всем этим лежит вот такая картинка красивая она запоминается и поэтому трейдер следующий раз когда встречает подобную картину его несколько раз выносит по стопу он прежде всего задается вопросом может быть я что-то не так делаю я плохо понимаю рынок поэтому он считается что торговая система наверное все-таки работает но он что то делать не так теперь просто перейдем к математической части то есть я не говорю что это работает или не работает я просто хочу чтобы вы увидели как это в математике каждую торговую систему которую вы пытаетесь применить вы должны просчитать вы должны собрать статистику должны посмотреть вообще работает она и каковы ваши шансы на успех то есть какова вероятность что эта система будет работать теперь смотрите да тут все здесь красиво отсюда были продажи здесь была остановка то есть коридор сформирован все вроде понятно здесь был ретест можно заходить здесь и тест можно заходить то есть здесь не домой инструмент ретест этот канал и дальше идет ну то есть красота можно цеплять плюс здесь сделка красиво теперь переходим к реале то есть то что происходит на рынке в большинстве случаев мы не говорим там до талебовских крайне станок мы говорим о так говоря на его словах среднестан то есть все равно рынок большую часть времени торгуется в рамках среднестан то есть в рамках средних величин поэтому трейдер естественно попадает в рамки этих средних величин когда когда рынок выпадает за средние величины должны произойти какие-то новости мощные новости которые бы сдвинули этот рынок то есть какой-то мощный драйвер то есть это будет фрс это будет там безработица c5 то есть что-то такое что могло бы сдвинуть рынок почему например очень часто люди переходят на американский рынок да там свои требования там нужно для квалифицированного 25 тысяч если через европейскую компанию 10 тысяч через субброкера дешевле но там уже вопрос времени во первых для того чтобы отобрать качественные акции нужно довольно много времени потратить настроить фильтра и уже тогда торговать до акции после отчетов имеет драйв они могут двигаться но у каждой акции опять же свой характер входа которым вы должны приноровиться то есть это не значит что это тут же играли тут же это легче становится нет тут не легче тут тоже должна быть система то есть мы говорим каждый раз о систематичности теперь смотрите что происходит со среди и статистическим трейдером это доллар франк в тот же день точка излома . излома есть удержание есть точка входа номер один смотрим дальше точка вход номер один получаете минус опять заходят в уровень закрепились снова покупка . номер два это просто оказывает что происходит со среднестатистическим трейдером которые работают вот индивидуально пвх номер три опять минус хотя до этого вроде все указывало на то что инструмент удерживает уровень и в итоге что у нас получается по фунту пусть вы заработали плюс а здесь минус то есть три входа и три минуса получили а вот здесь вы уже вряд ли зайдете почему потому что правило как правило среднестатистические правила торговой системы гласят о том что у вас долг должна быть постановка стопа обоснованная здесь обоснованный стоп выставляется аж только в районе 0.87 600 аж только сюда ничего ближе здесь выставить в рамке вот этой вот волатильности ну просто не представляется возможно потому что это вероятность того что снимут стоп очень высока поэтому здесь трейдер просто вот провожая глазами что он был прав его выбили то что дальше может прийти в голову может стоило стоп здесь выставлять но тогда у вас получается громадная величина стопа на относительно скромное движение инструмент сейчас я расскажу что значит относительно скромное движение инструмент сначала математика да то есть у нас получается вот трейдер забрал один плюс три минуса и так далее то есть вот в таком обычно режиме обычно даже хуже трейдер индивидуал двигается дальше 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 то есть он это называется как андрей сказал или не это виталия слова были режим медленного кровопускания то есть вот у нас статистика это 25 процентов положительных сделок как правило меньшего новичка риск на сделку возьмем даже по минимуму 0 25 процентов максимальное количество убытков подряд обычно больше то есть для того чтобы такая торговая система работала нужно забирать хотя бы три к одному не то что работала хотя бы давала без убыток но мы еще не учитываем комиссии здесь еще будут комиссии вы будете все равно в минусе то есть даже при 3 к одному на рынке форекс подобным подходом вы будете минусовать потому что вас будут периодически запиливать что должно случиться чтобы эта торговая система работа нужно забирать как минимум четыре к одному тогда это торговая система работает я в свое время точно также смотрел на цифры точно также рассуждал подумал ну так вот она в решении проблемы я буду делать 4 к одному после того как начала цеплять короткие стопы я буду выставлять более отдаленные стопку вроде все логичнее вроде все а теперь давайте посмотрим вот на примере доллар франк как инструмент двигается большую часть торговых сессий вот смотрите распределение инструмента то есть 1303 торговых сессий разбивка и получается что большую часть торговых сессий инструмент торгуется в диапазоне от минус 0 0 2 то есть от минус 0 2 процентов до плюс 0 2 процента что это значит пункта и что это значит процентов по вероятность 54 процента времени инструмент проводит между плюс 0 2 процента и минус 0 2 процента 75 процента времени инструмент проводит между плюс 0 4 процента и минус 0 4 процента то есть среднем 17 пунктов движения инструмент делает 54 процентов случая до 34 пунктов движения 75 процента времени иными словами если вы рассчитываете от нулевого отар взять эти самые 34 пункта то ваши шансы равняются 25 процент это я не считаю что вы еще будете ошибаться теперь к стопу чтобы взять 4 к 1 то что в голову сразу приходит и то что кажется решением проблемой оказывается что стоп должен быть 4 пункта то есть для движения в 17 пунктов ну теперь представьте как на рынке форекс выставить 4 пункта 4 пункта стопа сразу вы получаете ответ на вопрос или на решение той проблемы если я буду ставить более отдаленный стату вот ваше движение в большинстве количества большинстве случаев и 8 пунктов для движения в 34 пункта теперь подумайте насколько это реально используя чисто интуитивный подход без математической составляющей или иного вида преимущества именно поэтому на интуитивном уровне исходя из этих цифр да конечно можно брать не по нулевой величине от ара там high to low low to high когда инструмент открылся откатился вы его берете да там шансов больше но опять же вы не должны попадать под однонаправленное движение не поторопиться то есть трейдеры когда видят что инструмент сыпется начинает его пытаться подниматься инструмент в итоге падает еще ниже 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 и ловит любые стопы то есть здесь уже включается то что трейдера нужно дисциплинировать по точкам входа как это сделать вот здесь уже должна быть система которая четко трейдеру дает заданные параметры что вот в этот момент этот инструмент должен попасть на твой лис дальше внимание и дальше только ты можешь перейти к исполнению то есть отчасти трейдер становится биоробот да и знать о рынке много этого недостаточно то есть трейдер который хороший исполнитель заработает гораздо больше чем трейдер который знает о рынке очень много это факт именно поэтому работа вот в команде когда вам дают правила игры не люблю я слово игра да ну наверное все таки можно так сказать когда вам дают правил как торговать у вас бремя большее бремя она просто спадает откуда тогда взялось три к одному потому что сейчас многие меня неправильно поймут и скажут ну так вот оказывается три к одному не работает значит это все какие-то устаревшие понятия откуда берется теперь три к одному средняя статистика трейдеров вот если взять всех трейдеров то они на америке торгуют прежде всего нами на америке средняя статистика трейдеров по проценту прибыльных сделок говорит о том что три 30 процентов положительных сделок принципе трейдер может сделать то есть ну я говорю опять же трейдеров которые имеют определенные навыки которые неплохо чувствуют рынок по инструментам которые могут давать подобное движение то есть драйвер для движения как раз три к одному можно рассчитывать то есть опять же на рынке форекс можно брать потенциал но опять же нужно дожидаться определенных условий которые могут складываться на отклонение вот опять же циклы мы используем например индикаторы цикла которые позволяют вычислить в каком цикле находится инструмент и на этих отклонениях брать потому что если просто на графике чертить там полосочки то вы видели математика дает о себе знать я это проходил очень много-много-много раз видел это все как работает на статистике а вот уже примеры пример человека который у меня проходил подготовку чтобы вы не только мои примеры видели но и людей которые собственно говоря следуют за правилами следует за тем что им было сказано и донесено то есть вот там диапазон сформировался по акции вышел отчет квартальный отчет инструмент попал на лист на фильтр консолидация попытка на пробой не удается и вниз инструмент не пускает много слов даже не надо здесь у трейдера все расписано все расписано даже вот в обозначении здесь понятно почему он принимал решение а дальше он следует собственно говоря свои математики все взял движение следующий пример опять же инструмент на отчете открывается с гэп идет рост остановка ретест уровня вниз не пускают покупках взятие прибыли следующий пример видит как идентичные примеры потому что человек знает что от него ожидает что нужно делать гэп инструмент растет на повышенных объемах общий тренд вверх естественно вниз инструмент не упускает дожидается своей ситуации покупка взятие так дальше идем следующий пример этот инструмент открывается с гэпом вниз то есть плохой отчет гэпом вниз гайденсы плохие дальше инструмент поджимают и он падает вместе с позицией растущей на прибыль трейдера это уже моя сделка я показывал то есть это более такая заощренная уже техника несмотря на то что инструмент упал здесь не последовало вот как есть на рынке не произошло то что должно было произойти консолидация вниз не пошли закрепление и потом взятие движения то есть опять же здесь картинка то есть вы должны уже торговать те вещи которые читаем которые согласуются с вашей системы вы знаете примерное ожидание вероятность того что будет происходить эта сделка была совершена по индикаторам цикла то есть я вам показываю голый график за этим всем еще стоят индия индикаторы цикла которые опять же даются конфиденциальная составляющая трейдерам потому что ну это естественно как закрытая уже группа которую мы ведем то есть в чем здесь основной посыл да вы можете визуально представлять что с инструментом происходит но когда вы еще имеете дополнительные какие-то источники информации это позволяет вам принять решение более уверенно потому что очень часто трейдеры клика либо колеблются вокруг того совершить сделку или нет особенно когда вас там пару раз выкинули по стопу то уверенность теряется и вы уже начинаете сомневаться своих силах и в силе своей позиции то есть вот отложенный ордер цел 100 индикаторы циклов указывают на вероятность того что цикл роста завершать плюс техническим дневной график range естественно крупные таймфреймы тоже посматриваю и дальше стоп и цель также выставляется в соответствии с возможными отклонениями цикла и вероятностью размаха влатильности движения цены далее следует реализация прибыль видите даже это движение когда вы представляете размах цикла в принципе в большинстве случаев вас не касается следующее это что у нас было там юс ойл s&p 500 опять же казалось бы инструмент сейчас может выше и выше пойти но опять же цикл говорят о том что вероятнее всего цикл завершается как минимум может быть коррекция еще один пример по системе учета цикличности волатинства и взятие какие-то почти самый лоб когда опять же следующий поступает сигнал что вероятнее всего цикл завершается и идем дальше золото часовой график ретель с зеркального уровня то есть да технику я тоже применяю но теперь посмотрите на локальный таймфрейм это вот то что глаз человека может до конца не распознать удержали вверх удержали вверх удержали закрепились выше уровня куда прежде всего у трейдера приходит мысль двинется инструмент вверх как вы видите здесь сэл пересмотрим то есть несмотря на то что цена пытается закрепиться выше зеркального уровня системы индикаторов циклов указывают на вероятное истощение роста продажа в коротку и отработка на старте регулярно торговой сессии сша фиксация после прибыли близ цели то есть до цели немножко но в правилах правила гласят что на открытии американской торговой сессии волатильность повышается и поэтому эти риски лучше исключать но опять же это в то что может быть заложен в торговую систему может быть и не заложен здесь уже идет индивидуальный подход опять же от мат ожиданий дальше смотрим доллар канале часовой таймфрейм то есть как видите сразу определяют d1 нейтрально h1 покупка м5 нейтраль то есть целый то есть здесь более запоздавший вход потому что до этого момента и до конца не было понятно выкупят инструмент или нет а вот здесь вот уже стало понятно что инструмент вероятнее всего подвергнется распродажа и цикл это не технический отар это разработка математика этого нету в интернете то есть это скажем так такой индивидуальный продукт дальше показываю разные примеры чтобы не сложилось неверное впечатление что вот все сделки закрываются в плюс то есть у каждой торговой системы есть мат ожидания мат ожидания говорит о том что у вас будут обязательно минусы вы должны на длительные дистанции просто сформировать сформировать такой подход такую систему которая несмотря на минусы в общем цикле в общей динамике будут вас выводить в плюс вот он доллар иена падает все идеально складывается начали даже расти и потом получается мин нормально ли естественно нормально такие вещи тоже будут происходить в этом и есть смысл систематичного подхода когда вы знаете свои цифры цифру вероятности процента положительных делах волатильности инструментов и вероятности взять необходимый потенциал данном случае минус абсолютно в рамках системы на каком таймфрейме берется цикл здесь на самом деле есть ну вот из трейдеров торгуют абсолютно есть люди которые разные подходы есть люди которые вот прямо один в один подход торгуют есть люди которые пошли дальше и дорабатывали с учетом там своих мировоззрений своих пожеланий поэтому зависимости от того какие у вас ожидания да то есть вы будете среднесрочно торговать или интродейна соответственно с этим вы берете и цикл активная торговли на основании часовой волатильности это уже другая торговая система то есть берется часовая волатильность и в рамках часовой волатильности по вероятности инструмент берется вот это такие вот небольшие импульсные движения инструмент загнали и пошли вниз если посмотреть но в принципе такие вещи делают завидный завидным постоянно опять вот здесь кажется короткое движение забрал но в рамках вот этого часового цикла это волатильность дает именно движение дальше не все равно пойдет он вниз не пойдет он вниз я именно взял что с большей вероятностью следовало за торговой системой то есть я отработал то что в торговой системе ну по сути да по сути это и есть матраспределение да и в завершении да вот именно своего выступления я еще вам конечно вернусь на в завершении когда будем будем отвечать на вопросы то есть на вопросы я обязательно отвечу поэтому вопрос можете готовить после меня выступит андрей потом виталий выступит завершение я хочу чтобы вы просто вот наизусть знали эту таблицу это вам я и каждый раз почти показываю и это вам сослужит действительно хорошую пользу вот здесь вот посередине здесь посередине это вероятность того какова вероятность того что вы потеряете свой депозит страшно звучит правда но это правда если вы торгуете даже вот смотрите 3 к 1 вот 3 к 1 и у вас 25 процентов положительных сделок то что мы с вами разбирали то потерять депозит шансы составляет 50 на это очень высокая величина а с учетом эмоции трейдера я вот эту 50 еще 20 добавлю 70 процентов что трейдер потеряет свой капитал а как показывает практика вот с такой активной торговли не обращая внимание что рынки запиливают что нету системы то действительно идет работа против себя если опять же вот это догма что нужно там 3 к 1 или 4 к 1 все зависит от того какой у вас процент положительных сделок поверьте есть массу торговых систем и я пользуюсь которые дают потенциал там один к одному полтора но они вас выводят процент положительных сделок выше 60 процентов теперь посмотрите один к одному даже не полтора к одному один к одному хотя там больше чем один к одному и вот 60 процент один процент что вы потеряете депозит опять же возвращаемся вот сюда вот досмотреть распределение вот он и то что рынок делает вот такие вот движения до вот такие вот сделал задер в принципе этот этот задер он вклинивается в эти цирки откатилась сделал задер откатился потом просто на досуге посчитайте сколько рынок делает вот таких вот мини импульсов и сколько раз он берет одно вот такое вот большое движение вам очень многое на рынке раскроется потому что вот таких мини импульсов небольших вот таких вот да даже с возвратом рынок делает там в 70 80 процентов случаев и только на 20 10-20 процентов инструмент может дать хорошие однонаправленные движения для рынка для s&p 500 подобные однонаправленные движения в полтора процента в день всего лишь составляет 10 процентов случаев или 12 процентов случаев то есть ваши шансы там ну вот получить процент положительный сделок если вы хотите забирать полтора движения полтора процента движения составляет меньше десяти процент процент у вас будет меньше десяти процентов это для того чтобы забирать полтора процента опять же это я не учитываю ошибки поэтому вот эту таблицу ее нужно знать и нужно понимать вообще на какой вероятности вы работаете если вы видите что ваши цифры торговой системы не работают вам надо остановиться потому что вы будете терять деньги в общем то да то чем я хотел поделиться с вами поделился